Итак, ребят, всех приветствую. Сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как что такое статик в классах. Статик это статичный в переводе, да, по смыслу имеет в себе такой смысл, как что-то неподвижное, неизменяющееся. Вот, я надеюсь, что это понятно. И мы можем использовать свойства статичные в классах. Пишется это так. Статик. Пишем. Я вот сейчас, к примеру, я напишу возраст условно. Мы вот, смотрите, вот это свойство мы не можем, например, прописать в конструктор, потому что вот оно неизменяющееся, да, оно статик. И компилятор просит присвоить сюда какое-то условно, ну, какое-то значение, любое, да. Вот. Еще давайте запомним такой момент, что статик лучше писать const, то есть как константа, то есть чтобы он уже определялся на уровне упаковки нашего приложения, вот, и как бы был доступен еще раньше, чем мы запустили наше приложение. Ну, я надеюсь, вы помните тот урок, где мы говорили, что такое const, final, чем они отличаются. Вот. Вообще, для чего вот этот статик? Давайте об этом поговорим. Давайте создадим нашего пресловутого Ивана. User. Здесь мы, конечно же, передадим Иван. Вот. Если мы обращаемся к самому Ивану, да, нашему экземпляру, и нажимаем точечку, чтобы попасть к нему в интерфейс, и мы здесь, видите, мы здесь не видим age, то есть не видим его возраст. Вот. Потому что статик, он всегда доступен только из самой инструкции. Если мы пишем user, вот, то есть если мы не создаем экземпляр, а просто обращаемся как бы к самому классу, к инструкции, видите, я нажимаю точечку, и здесь уже есть age. И, конечно же, мы его можем получить, там, вывести условно на экран. Давайте так и сделаем. Вот. Запустим. Вот. 42 мы получили. То есть, для чего это может понадобиться нам в будущем? Мы можем сюда определять какие-то данные, которые вообще не будут изменяться никаким образом, но будут доступны, ну, только в одном экземпляре, вот, потому что где бы мы ни прописали вот этот user, да, и age, то, то есть это одна и та же информация. То есть не создаются ни копии, ничего. Просто мы обращаемся к этой 42-ке через вот эти две строки, вот так, именно так прописаны. Вот. Давайте вот еще я напишу такую идею, тоже, которую я увидел на другом канале. Очень логично это выглядит. Мы можем просто создать класс, назвать его settings, например, то есть настройки, да, и как раз таки создать static свойства. Ну, например, я так назову const сразу и напишу пусть будет language, да, ну, то есть пусть будет пересчет языков, ну, в нашем приложении условно, пусть так будет, да. И пусть будет Испания и Франция, к примеру, да. Мы понимаем, что наше приложение использует всегда только, только вот эти четыре языка, ну, и больше вообще не использует, и другие тоже не будет использовать, к примеру, да. Какие мы еще можем завести настройки? Ну, например, мы можем, ну, там, пусть будет ночной режим, к примеру. Тоже можем сделать его как лист, и тут написать day, и типа день и ночь, пусть так будет, да. Вот, обратите внимание, что если мы будем создавать экземпляр, ну, вот давайте что-нибудь создадим, пусть так будет, settings, то, по сути, обращаясь к этому экземпляру, мы ничего не увидим. У него нет ни свойств открытых, то есть как для экземпляра, ни методов, ничего. Но, но мы можем всегда использовать саму, ну, саму инструкцию и иметь только вот здесь прописанные вот эти вот свойства, а-ля переменные, да, как мы помним, и использовать их где угодно. Ну, например, давайте сделаем print. Вот так как вот этот экземпляр бесполезный, его незачем нам создавать, и это любой программист поймет, когда увидит, что внутри static, или он решит обратиться зачем-то внутрь экземпляра, он поймет, что он бесполезный, конечно же, вот. И здесь мы можем, ну, например, получить через точечку, вот, даже не надо, да, вот эти круглые скобки, через точечку мы можем получить, ну, например, список языков. И просто здесь логика в том, что мы как раз-таки можем вот вызывать, вызывать вот этот, вот эту переменную или эту переменную в любом месте нашего приложения, и она будет именно с этого, ну, информация будет браться именно вот с этого места, она будет константой, да, как мы помним, что это экономит наши ресурсы. Мы можем, ну, там, я не знаю, любое количество раз выводить. Вот давайте, например, выведем первый язык, который у нас есть. Давайте еще обратимся к этому, вот, ну, например, какой сейчас у нас, я не знаю, ночной режим, да, вот запустим, например. Вот, и мы получили все эти данные очень быстро, и они являются константными. И просто как через settings мы можем через точечку, там, обращаться к этим данным, записывать сюда любое количество данных, вот. Ну, и, собственно, вот static в классах именно для этого используется. То есть, давайте подытожим. Если мы создадим экземпляр этого класса, то мы, конечно же, не сможем увидеть через экземпляр, что здесь есть какие-то свойства. Здесь просто нет свойств для экземпляров, но есть свойства для самого класса, то есть для самой инструкции к созданию экземпляра, вот. Поэтому иногда классы так тоже создаются, именно для таких целей, вот. Поэтому все, ребята, подписывайтесь и ставьте комментарии, задавайте вопросы, будем общаться в комментариях. Я отвечаю на каждый комментарий.